18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Крупные ДТП, пожарные, скорые спасатели. Сегодня экстренные службы отработали действия на плановых учениях. Очень удобно, что не нужно до трех лет ждать. Материнский капитал ежемесячно. Какие семьи могут получать дополнительные выплаты, куда обращаться и на какие суммы. Рассчитывать. Настрой стать строй. Чеканья шаг, да с песней анапские школьники показали военную выправку и дисциплину. 75 волонтеров обучат в Анапе к началу мирового первенства по футболу, которое пройдет в России этим летом. Об этом шла речь на заседании Общественного совета по физической культуре и спорту при главе города. Также начали обсуждать, каким образом наиболее эффективно распорядиться двумя тренировочными площадками, которые после окончания чемпионата передадут муниципалитету. Все выступающие подчеркивают, пока никаких решений, только планы. После окончания чемпионата мира Анапа получит два футбольных поля мирового уровня с натуральным газоном. Площадку в Витязево намерены закрепить за школой Олимпийского резерва номер один, стадион в Анапской за детско-юношеской спортивной школой номер семь. Одна из главных задач – использовать их максимально эффективно. Для ухода за живым газоном необходимы специалисты, поэтому объекты должны окупать свое содержание. Как правильно его там назовут, управляющий, директор этого стадиона, он обязательно должен быть спортсменом и менеджером. На этих полях просто так, на них надо обязательно будет что-то зарабатывать, чтобы как-то нам это все сохранять, чтобы все имели понимание. По словам специалистов, живой газон для профессионалов. Он рассчитан не более чем на одну игру в день. Трава должна восстанавливаться. Можно будет проводить сборы футбольных команд, игры краевого значения. Уже сегодня в Анапе регулярно проходит всероссийский детский турнир «Кожаный мяч». Кроме того, в городе-курорте есть свой футбольный клуб. Профессиональное поле позволит растить мастеров, однако футболом в спортивных школах уже занимаются более полутора тысяч ребят. Такой нагрузки живые газоны не выдержат. Есть предложение после окончания чемпионата хотя бы одно покрытие заменить на искусственное. Это окупится снижением затрат на эксплуатацию. Поиски оптимального решения продолжат. А сегодня основная задача вместе со всей Россией – обеспечить проведение чемпионата мира. С 1 марта в Анапе начнут обучать волонтеров. Специальные программы предоставил Ростуризм. Также нужно оформить город и подготовить инфраструктуру. Поставленная задача, есть постановление правительства от 2016 года о том, чтобы ценовая политика по размещению болельщиков и приемных не превышала 2200 рублей на одного человека. Это постановление правительства. Мы должны выполнить любой ценой. И вчера как раз я на видео-селекторе с руководителем Ростуризма ставилась такая задача всем муниципалитетам, принимающим городам. Тренировочные площадки сдадут весной этого года. В Витязево расположится сборная Дании. Сейчас представители команды обсуждают детали, начиная от установки тренажеров, заканчивая созданием общей атмосферы, которая позволит команде готовиться к играм чемпионата мира. Место в Анапской пока вакантно, но желающие могут появиться после большого семинара. Представители команд-участниц, который пройдет в ближайшее время в Сочи. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион. И снова о скандальной стройке на Крымской. Арбитражный суд наложил обеспечительные меры на участки, расположенные на перекрестке улиц Крымской и Красноармейской, где было начато строительство коммерческого объекта. Иск подала администрация города. Теперь какие-либо работы или перепродажи земли запрещены до окончания процесса. Об этом сообщил депутат совета Алексей Аксенов на встрече с жителями, которые выступают против строительства. Данная информация содержится в ответе городского управления архитектуры на официальный запрос. Кроме того, говорится об отсутствии документа об инженерных изысканиях. Не предусмотрено размещение парковочных мест, а речь идет о строительстве двухэтажного здания под коммерческие нужды. Если работы возобновятся, то их будут ввести с задействованием территории общего пользования, что противоречит городостроительному кодексу. Кроме того, это центр города, историческое место, поэтому необходимо согласование с краевыми властями. Жалобы по поводу строительства обратились местные жители. Помимо того, что, по их мнению, в центре и так избыток предприятий торговли и общепита, значительно сокращается площадь автобусной остановки. Мы, конечно, совет города поддерживаем полностью угловую, в том, что действительно нужно прекращать застройку такую угловую, которая действительно портит город. И хотелось бы, конечно, чтобы позицию и главы, и совета услышали. Мы, возможно, проработаем ситуацию на правовом комитете в поддержку администрации. Серьезное ДТП, десятки пострадавших и большое количество спецтехники. Так сегодня в районе железнодорожного вокзала прошли учения. По легенде, на федеральной трассе Анапа-Керчь произошло крупное ДТП. Условное лобовое столкновение легкового автомобиля и автобуса привело к большому количеству пострадавших. За отработкой действий анапских экстремслужб наблюдали краевые специалисты. Какую оценку получила Анапа в сюжете. Первыми на место прибыли наряды ГИБДД и ДПС. Они частично перекрыли движение на дороге. Через несколько секунд подъехали спасатели. Пока спасатели достают пострадавших из разбитой техники, прибывают первые реанимационные бригады. Прямо на обочине разворачивается мобильный госпиталь. По легенде, водитель и пассажир легкового автомобиля в крайне тяжелом состоянии. Медики констатируют клиническую смерть и приступают к реанимации. Пассажиров автобуса, роль которых выполняли волонтеры, осматривают медики. Одним оказывают помощь на месте, других транспортируют в городскую больницу для тщательного обследования. Сейчас пока заключение первого этапа. Это начальный этап. Второй этап – это принятие пострадавших согласно замыслу. Но на первом этапе особых замечаний нет. Общее количество пострадавших – 50 человек. Два тяжелых, один средний, 47 легких. Тем временем в городской больнице уже готовы к приему реанимационные палаты. Условия максимально приближены к реальным. Здесь проводится точная диагностика внутренних повреждений и принимается решение по тактике лечения. Для тех, кто меньше пострадал, открыты палаты травматологического пункта. Здесь же работает бригада психологов. Они в случае необходимости готовы оказать поддержку близким родственникам. Все сработали очень четко. Руководитель спасательных работ, который представлял 11-й УФПС города Анапы, руководитель спасательными работами по рации. Все полицейские оцепили место происшествия так, что никому, проезжающим машинам, учение не мешало. И, конечно, все сработали очень четко. Спасатели деблокировали по замыслу учения пострадавших и передали бригадам скорой помощи, сортировочной бригаде регионального центра медицины катастроф. С самого начала за ходом учений следило и руководство Краевого министерства. Действия анапских служб получили высокую оценку. Результативно работа служб слаженная, быстрая, отработана четко. Подобные учения на курорте проводятся регулярно. В преддверии Чемпионата мира по футболу вопрос обеспечения безопасности особенно актуален. И, как показывают такие тренировки, Анапа готова к любым чрезвычайным происшествиям. В Анапе продолжается реализация федерального приоритетного проекта «Городская комфортная среда». Общественной комиссией определено почти полтора десятка территорий в Анапе, которые нуждаются в благоустройстве. Где наведут лоск, в первую очередь решат сами жители. 18 марта анапчане смогут проголосовать за свой парк, сквер или улицу. Со списком территорий можно ознакомиться уже сейчас. Он размещен на официальном сайте администрации города. Также его можно найти на нашем сайте anaparegion.ru. Там же размещен и список адресов, где будет проходить голосование. Подробнее о программе «Комфортная городская среда», а также о приоритетных направлениях в работе жилищно-коммунального хозяйства в нашем эксклюзивном интервью с заместителем мэра города Анжеликой Бузуновой. Анатольевна Анатольевна, сбор заявок у нас по программе «Комфортная городская среда» закончен. Очень много желающих, очень много звонков было в нашу редакцию с вопросом, а что дальше? Что необходимо сделать, чтобы именно мой проект оказался в программе? На самом деле граждане могут продолжать подавать заявки. Мы их будем включать в реализацию программы на последующие годы. Программа рассчитана с 2018 по 2022 годы. На сегодняшний день у нас отобрано 14 общественных территорий, создано 55 счетных комиссий. Необходимо просто прийти и проголосовать за ту общественную территорию, которую гражданин считает приоритетной. Это необходимо нужно будет сделать 18 марта как раз на своем участке. Да. Рядом с избирательными участками будут созданы счетные участки, счетные комиссии. У нас на сегодняшний день 55 счетных комиссий, куда граждане смогут подойти и проголосовать за ту территорию, которую они считают приоритетной. Если систематизировать заявки, жители каких территорий проявили наибольшую активность и что в первую очередь просят сделать? Ну, на самом деле все жители были очень активны, и жители города непосредственно, и сельских округов очень активно участвовали. В основном это устройство тротуарных дорожек, если это касается общественных территорий, установки освещения уличного, установки каких-то детских игровых площадок. Есть у нас такие проекты, как реконструкции скверов, парков, уже существующих, старых, давно любимых гражданами. Но это уже очень старые парки, и мы их надеемся, что они победят в этом рейтинговом голосовании и будем реконструировать. Ну, известно, что деньги придут из трех источников, это федеральный бюджет, региональный и муниципальный. А в каких пропорциях они будут распределяться, что пойдет на дворы, а что пойдет на общественные территории? Ну, это все будет зависеть, конечно, от голосования граждан. Значит, сколько территорий определят приоритетных граждане, общественных территорий, и сколько потом будет направлено на дворы, это все определяют граждане совместно с общественными комиссиями. Не так давно в Анапе побывали у нас депутаты законодательного собрания края, и на встрече с главой нашего города было принято решение, что каждый из них выделит по 2 миллиона из своего фонда. На какие цели пойдут эти деньги? Уже известно? Да, уже известно. Ну, у нас три депутата, которые выразили желание свои средства направить на наш город-курорт. Депутат Бурлачка, председатель законодательного собрания, а депутат Пархоменко и Конограева. Значит, все, что касается средств, выделенных председателем законодательного собрания, эти средства будут направлены непосредственно на приобретение установку спортивного оборудования на территориях площадок, детских площадок, спортивных, игровых площадок на территории нашего города, В том числе и сельских округов, таких как Гайкадзорский сельский округ, Анапский сельский округ и на территории города. Также будут установлены детские игровые площадки, 10 детских игровых площадок на территории муниципального образования. Пархоменко свои средства направляет на ремонт Дома культуры в хуторе Просторный. И депутат Конограева направляет свои средства тоже на ремонт и оборудование социальных объектов по сельским округам. Создание комфортной среды, ну понятно, что это дело не разовое, не одномоментное. Это плановая, системная, комплексная работа. Какие приоритетные задачи вы сейчас перед собой ставите? Ну конечно мы готовимся к курортному сезону. Конечно мы готовимся встречать наших гостей. В этом году мы продолжаем строительство велосипедной дорожки. Вы наверное наблюдали на Пионерском проспекте. Мы активно это освещаем. В прошлом году, да, мы построили до Дельфинария 2 километра. В этом году мы продолжили и сегодня мы дошли уже до мечты. Закончим строительство велосипедной дорожки. Также мы к празднику 9 мая планируем построить сквер боевой техники при въезде в город на Симферопольском шоссе. Ну и не нужно забывать, что в этом году на нашей территории будут тренироваться команды к чемпионату мира. Поэтому в этом году у нас будет беспрецедентное, можно сказать, решение. Мы будем ремонтировать очень много дорог, подъездных путей к тренировочным площадкам на территории Битязева. Но речь идет не только о тех подъездных путях, которые непосредственно к тем стадионам и площадкам подходят. А подъездные пути, они включают в себя дорогу от аэропорта, например. И в этом году будет отремонтирована объездная дорога на Битязева, которая с федеральной трассы. Вы понимаете, где это? То есть, естественно, мы получаем от этого плюс к курорту. Также будут отремонтированы дороги в Анапской и дороги в городе. И еще раз возвращаясь к началу нашего разговора. Еще раз уточню. 18 марта я прихожу и голосую за свой проект в счетной комиссии, которая расположена около избирательного участка. Предположим, что жители нашего двора, моего двора, оказались одними из самых активных. И наш проект победил и вошел в программу этого года. Когда мы увидим, что начнутся работы? Ну, ориентировочно в июле месяце мы уже начнем реализацию всех этих проектов. На сегодняшний день, вот я вам еще расскажу, мы сотрудничаем с очень серьезными проектными организациями города Краснодара, которые нам разрабатывают эти проекты. То есть это не только дизайн проекта, это и серьезная проектная документация. Если граждане выберут именно эти проекты, пройдет государственную экспертизу. И ориентировочно в июле мы приступим уже к реализации. Мы до конца года должны эту программу выполнить в части этого года. Женя Гатурин, во-первых, спасибо за этот разговор и хочется пожелать вам удачи. В Анапском отделении пенсионного фонда продолжают принимать заявления от родителей, которые будут использовать часть средств материнского капитала в виде ежемесячных выплат. Такой вариант предусмотрен с 1 января текущего года. Молодая семья Парфеновых пришла в пенсионный фонд в полном составе. Старшему скоро будет два, младшему едва исполнился месяц. Приятные хлопоты подразумевают дополнительные затраты. Поэтому было решено воспользоваться частью положенного по закону материнского или, как его еще называют, семейного капитала. Очень удобно, что не нужно до трех лет ждать. Очень хорошее подсобие. Деньги сейчас очень нужны. Тем более двое детей. Их в любом случае есть куда потратить. В Краснодарском крае размер выплаты 9845 рублей. Установленный прожиточный минимум для ребенка. Новая схема государственной поддержки начала действовать с 1 января. Воспользоваться ею могут семьи, в которых ребенок родился в наступившем году, при условии, что доход на одного члена семьи не превышает 16 711,5 тысяч рублей. Это сумма установленного прожиточного минимума для трудоспособного населения, умноженная на полтора. Например, если в семье мама, папа и двое детей, то сумму необходимо умножить на четыре. Ежемесячная выплата назначается на срок до полутора лет. Заявление, если будет подано в течение шести месяцев с момента рождения, то выплата будет назначена с даты рождения. Если заявление будет подано чуть позже, то с даты подачи заявления. Заявление подается по месту прописки. И нужно четко понимать, что сумма берется из средств материнского капитала. То есть материнский капитал пропорционально уменьшается в сумме полученных средств. На сегодня размер материнского капитала 453 тысячи рублей. Если в течение полутора лет или 18 месяцев семья будет использовать капитал по новой схеме, то в ее распоряжении останется 275 тысяч рублей, которые можно будет использовать еще через полтора года на уже известные цели – оплата образования, погашение ипотечного кредита или улучшение жилищных условий. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Мероприятие, посвященное месячнику оборонно-массовой военно-патриотической работы в Анапе, продолжил парад юноармейских отрядов «Мы гордимся Россией». 17 команд из общеобразовательных школ города и сельских округов продемонстрировали строевую подготовку и умение работать в команде. Затем, как чеканит шаг, юноармейцы наблюдала наша съемочная группа. Семен Шаляпин учится в пятом классе казачьей направленности. Благодаря своим лидерским навыкам стал командиром отряда. По словам Семена, его одноклассники занимаются спортом, ответственно подходят к поручениям и никогда не подводят. Выступление этих ребят сегодня было одним из лучших. Мы готовились каждый день, можно сказать, помаленьку, но готовились. Пели песню, ну, выбирали долго песню, выбрали песню «Приунылька зачата», потому что она подходит к нашему строю. Военно-спортивные мероприятия с каждым годом становятся все более массовыми. В рамках патриотического месячника анапские ребята уже продемонстрировали навыки пулевой стрельбы, проявили себя в военизированной эстафете в силовом спорте. Сегодня завершающий этап. Они покажут свою строевую выучку, как они ходят строевым маршем, созданием войска чести, как они исполняют строевую песню. Все ребята готовились. Если мы даже сейчас посмотрим на отряды, каждый старался подготовить свою форму. Есть ребята, которые хотят связать свою жизнь в дальнейшем со службой вооруженных сил. Это пойти в военно-училище или по другим стопам по военной линии. Поэтому они стараются участвовать во всех мероприятиях. Поэтому очень много лиц, которые участвуют во всех мероприятиях. Также мы видим много девочек. Поэтому не только ребятам, а и девочкам интересно. Движение строевым шагом и исполнение песни оценивали действующие военнослужащие, а также ветераны вооруженных сил и боевых действий. Лучшую строевую подготовку показали казачата из 18-й общеобразовательной школы. За ними следует первый отряд кадетской школы, бронза у юно-армейцев из школы номер 7. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа-Регион. Сегодня пятый масленичный день. В народе он называется «Тещи на вечеринке». В пятницу тещи угощают любимых зятьев блинами, проводят время дружными семьями. Завтра в субботу предпоследний масленичный день. Именуется как «Золовкины посиделки». Молодые девушки должны угощать блинами родственников. Ну и в воскресенье апогей масленицы проводы. Во всех городах пройдут массовые народные гуляния с масленичным столбом и сжиганием чучела. В Анапе народные проводы зимы пройдут на театральной площади. Организаторы обещают – весело будет всем. Далее информация о партнере программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова